Добралась я до своего унылого леса до этого, наконец-то. Здесь могут быть только фламмулины, вешенки и, что меня очень интересует, држалка оранжевая. В это время они бывают, но не факт, что мы их найдем. Здесь вот такие красивые трутовики вокруг, пенечка расположились и внизу какие-то есть. Трутовики к осени как раз, вот такие вот. Это плачущий был трутовик, он плакал, 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 в жару все время плакал, слезки. И вот второй там. А теперь вот такое чудо получилось. Ну, если не сломают, будет дальше расти. Первый путяный гриб. Немножко похож на страфарию, но и на ароматную рядовку. Не знаю, что это такое. Первый все-таки путяный гриб. Но я думала, что я ошиблась. А я не ошиблась. Я нашла еду очень-очень дорогую. Не каждый миллионер даже позволит себе такое. Как говорит Зоря Зареница. Только пришла в лес. Издали увидела, но я не поверила сначала. А ближе подошла. Супер, круто. Не, надо бизнесом заняться. Надо эту дрожжалку. Взять и отвезти в ресторан. И продать. Точно. Да их надо еще насобирать. Их надо найти. Не, моя Катя, моя дочь, она их съест большим удовольствием. Какая красота. Это чудо природы. Ой, это супер. Красота. Вот моя дрожжалка. Вот она красавица. Немножко грязная. Бывают и беловатые. Бывают очень яркие, оранжевые. Вот поставлю эту веточку. Пусть она здесь стоит. Эти-то я заберу. А другие, может быть, вырастут. Очень красиво. Очень круто. Да, они вообще-то безвкусные. Я их пробовала. Рискнула когда-то. Ну и не зря. Вот здорово. Я за ними и приехала. И мне повезло. Только вошла в лес. И вот близко попались. А рядом говорушка. Недалеко. Но она никому не нужна была. Они еще вполне не червивые. Вот эти вот крупные. Тут морозик был. Похолодало. Говорушка. Дымчато-серая. Они бывают очень больших размеров. Вот какая она. Вымахала. Снять. Подожди. Пришла снять этот пень. Он уже весь-весь развалился. Удивительно. Саша нашел какие-то трутовики. Увидел. Херстиник это лучше трутовики. Хотя он мне еще и пень этот показал. Я его знаю. Я от него и заблудилась. Тогда вокруг него три раза обошлось. И ушла в неизвестное направление. Заблудилась. Прямо отсюда. Вот такой вот пень. А он увидел. Какие-то трутовики. Я говорю. Они меня не интересуют. Хоп. А тут вешенки попались. Но вешенки в этом лесу не проблема. Они бывают. Ну, еще тоже их надо еще найти. Скажи, где ты там, сказал? Вот, вот. Маленькие с этой стороны. Маленькие пусть растут. Не бери их. Не буду брать. Не бери, пусть растут. Что нам толку от них? Как хочешь. От малышек таких. Тут дерево это мы заметим. Напротив меня дерево рядом с пнем. Найдем. Так это вот вешенки тоже напротив дерева. Они маленькие очень. Тогда здесь много было. Этот лес тоже богатый. Вот фламулины. Это очень полезные. Зимние опята как бы. Очень хорошие грибы. Я их раньше тоже не очень так знала. Мы же гоняемся за белыми, за подосинниками. За всякими. А вот такую чепуху мы не знали. А они очень полезные. Ой, стою. На одной ноге. То есть сураны тоже. Вот они. Но их немного пока. Самых крупных пару штук возьму. А эти пусть подрастают. То это такое вот что. На земле просто растет. Похоже на серо-пластинчатые опята. Но они мне уже порядком надоели. Но надо смотреть. Раз надоели, значит это не они. Это серно-желтые опята. У них лимонные пластинки. Ну я так понимаю. Может кто-то по-другому думает. Но я знаю, что это несъедобно. Даже ядовито. Совсем в другом месте далеко. Они могут быть по всему лесу. Но они маленькие очень. Они нам не достанутся. Вот. Скоро мороз будет. И на том бревнышке. Видишь? И вон там они. Почему не достанутся? Никто их не возьмет. Но тут похолодает уже скоро. Мы зимой за ними ездили, конечно. Они еще только начинают расти. Чего? А мы их с Катькой съедим, эти грибы. Я снимаю вообще-то съедобные грибы. Саша показал мне эту палку. Говорит, стоит палка, на ней растет вот эта. А на ней растет вот эта вот. Что-то такое съедобное. Я научилась у Зори Зореницы поедать всякую ерунду. Они очень мягкие. Не знаю. Но не буду. Я ее спрошу. Только не знаю, когда я ее спрошу. Ого, какие грибочки. Это какие-то съедобные тортовичочки. Возьму один, раз я его сорвала. Ну, какие. Она все грибы ест, которые древесные. Мягкие. Вкусно пахнет. Ладно. Оставлю эту палку. Я знаю, где это. Наконец-то мне повезло. И даже очень малый нашел. Крупные, но в этом месте мы сюда и шли. Мы их зимой в этом месте собирали. Положи мне куда-нибудь. А, вот так. Вот, фамулина. Я тебе не стала показывать. А вот этот показываю. У них черная ножка. Светлые пластинки. Это очень хорошие грибы. Они и вкусные. Ладно, мы их берем. Хоть раз повезло. Красивенькие. Этот не очень. Посмотри, может он есть не вижу. Да, этот плохой. Брось ты его. Он уже испортился. Поздновато. Пришли. Ладно, забирай еще один. Маленькие тоже возьми. Они еще только начинают здесь расти. Белорусская, длинчатая серая. Она уже испортилась. От холодов. Ну, ладно. Не надо ее и трогать. Наверное, она плохая дочеревая. А это что? Это пазаночка какая-то. Ну, понятно. Это ложная рядовка. Запах очень резкий. Очень плохой запах. Белая. Ложная рядовка. Это вешенки очень красивые. Я однажды на весь лес одно дерево нашла здесь. И все. Столько много их было. Красивые. Я здесь вижу. Сейчас никак не зайду. Выйди отсюда. Ты ж мне не мешай. Вот это настоящие, хорошие, жирненькие вешенки хорошие. Смотри, какие. Ну, давай забираем. Чистенькие, светленькие. Аппетитные. И те ниже, которые убили. Тоже вешенки растут.